Привет, дорогие друзья, снова с вами Замберус. Воскресенье, а это значит на ваших экранах новостной выпуск. Что хочется сегодня сказать в разгончике? Во-первых, пацаны, мы продолжаем собирать вопросы для острого подкаста. Всё просто, переходите по ссылочке в описании, задаёте свой вопрос, а я поедаю супер адскую лапшу от компании МСАЙ, буду отвечать на ваши вопросы. А то после прошлого новостного выпуска как-то вопросик-то не насыпалось. Есть интересных каких-то, поэтому хочется, чтобы вы подключили свою креативность и поучаствовали в создании такого интересного контента для телеграм-канала. Также я продолжаю как-то реанимировать канал, и за минувшие 10 дней вышло аж 6 роликов на канале. И если вы думаете, что на этом всё закончится, нет, готовьтесь, будет максимальная бомбардировка вас с помощью моих роликов. Пока что мы начинаем с лёгеньких роликов, типа обзоров стволов, но мы сейчас будем подключать более глобальные ролики. Единственное, что меня раздражает, пока что я не могу вернуть скилл лайф роликов, когда-то у меня был. Например, как вот в ролике про самую худшую снайперку Батлы. Ну а если вы любите новостные выпуски, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, залетайте в телегу, ну и следите за группой ВКонтакте. Это вы, знаешь, как бы выглядело, как это на нашей раше, типа, с телеком общается с тлаком. Да, мы сегодня решили попробовать новый формат, подключить прекрасного админа Готика, чтобы он периодически врывался в ролик, но пока что как-то... Готик, как ты сказал? Это ощущается, как будто ты смотришь ролик. Разговор с телевизором. Но почему бы и нет, собственно. Если вы хотите, чтобы у нас появился закадр в новостных выпусках, то уже пишите, потому что надо как-то разбодяживать этот формат, добавлять какие-то новые фишечки. Поэтому зомберутся сейчас в стадии экспериментов. 30 марта у нас вышло глобальное обновление для World War 3. Званием операция Sunstorm. Добавят аж целых две карты. Одна называется Tokyo, а вторая называется Subia, которая как раз таки будет ориентирована на всякие режимы типа TDM. Эти карты уже сейчас можно заценить, а во вторник мы попробуем это обновление. Почему бы и нет на стриме. Так что всех буду ждать. Но сразу могу сказать, что создатели VV3 уже просто пробили двоечку по DICE, которые еле-еле из себя высирают одну карту в три месяца. А здесь разработчики радуют уже нас новым контентом, и его даже достаточно. Извиняюсь, у нас добавляется новый MBT Type 10, машина огневой поддержки Type 16 и новый дрон. Так что жду во вторник вас в рамках стрима по VV3. Заценим, проверим, посмотрим. Потому что карты, судя по трейлерам, прикольные. Они стали более компактными, потому что для меня основная проблема VV3 как раз таки была малая динамика боя за счет того, что карты у них огромные, а игроков мало. И тут надо либо карты делать меньше, либо игроков делать больше. Но продолжает японскую тему великая и могучая... Тойота, Тойота. Недавно War Thunder выпустил интересный тизер под названием «Мгновение доблести Турция». По факту этот трейлер является неким пиаром их премиумных наборов, которые связаны с турецкой армией. Например, вертолет Т-129 Атак, который уже давно доступен в продаже War Thunder, плюс они продают премиумную версию Леопарда 2А4 в 100-500 раз, но только уже в камуфляже Турции, и истребитель F-5, опять же в камуфляже Турции. Многие подумали, что это анонс новой нации, но, по-моему, улитки до сих пор это никак не комментируют. А хотелось бы увидеть новую нацию, и Турция неплохой претендент. Правда, непонятно, как его реализовывать. На манер Израиля, где 150 тысяч магахов, или же реализовывать как ЮАР. Он встроен уже в существующую ветку прокачки техники. А Израиль у нас идет от каких-то серединных рангов, и сразу из интересной техники, которая засветилась в рамках этого трейлера, это, конечно, великий, могущий, легендарный, суперраспиаренный Байрактар. А также показали великую Тойоту, ЗУ-23-2. И если улитки введут Тойоту, то это будет лучшее обновление за всю историю Вартандера. А еще было бы прикольно, если бы они, знаете, разные варианты, с установкой Миниграда, с установкой каких-нибудь Нурсов, типа S60, как обычно бабахи делают. Было бы забавно на это посмотреть. Зенитку на Тойоте. Да. Надо бы получить не более. Крузак 70 сил, а все остальное, как вы понимаете, могила. Ну, если вы думаете, что с новостями вокруг Вартандера все, 1 апреля. Улитки просто открыли огонь из всех стволов. Тут тебе и Titanfall в Unlisted. Они добавили легендарные шагоходы. Один из лучших ивентов старого Вартандера. И вот теперь шагоходы у нас есть в Unlisted. И, блин, хочется поставить Unlisted чисто из-за того, чтобы вновь покататься на шагоходах. Также они анонсировали босса-качалки. Почему бы тебе не снять эту кожаную хуйту? Я сниму это, и мы уладим это. Просто босса-качалки. Можно будет отправлять экипажи на прокачку, и они будут... И будет решаться, кто из них босс-качалки. А вот касаемо Unlisted, они же скоро игру переработают полностью. Поэтому у нас там не будет... Шесть одинаковые нации выйдут с одной прокачкой. Тут Таганай выпустил как раз-таки про это видео. Всем рекомендую посмотреть по ссылочке вот справа. Можете глянуть. Просто Таганай бомбит на то, что сейчас потеряется историчность баталий. И что под Москвой в 41-м могут гонять теперь, грубо говоря, королевские тигры. Но если вспомнить один первоапрельский ивент Unlisted, где нам показывали бурю в пустыне, где мы играли за бабахов, либо за американскую армию, то представьте, насколько будет забавно, когда авторы Unlisted выйдут за рамки Второй мировой войны. И будут у нас баталии каких-нибудь вьетконговцев с немцами на территории Сталинграда 43-44 года. Блин, ну это был бы угар. На самом деле не хотелось бы, чтобы в Unlisted повторилась ситуация, как в War Thunder, когда у нас начали появляться солянки. Когда танковые РБ только зарождались, то там обычно были нации на нации конкретно, либо там оси против союзников. Хотелось бы, чтобы в Unlisted это было сохранено. Ну а что там мы отошли от темы? Помимо Titanfall'а, они завезли анонс атомного Тандера. В общем, небольшая коллаба с Mindfish'ем, мол, типа в прокачку СССР добавят тех самых роботов из атомного сердца. Если кто не знал, Гайджины спонсировали Mindfish при создании атомного сердца. Даже Эллинору нет в дереве. Не, ну хотя бы как декоратор завести. Хотелось бы, конечно, чтобы этот ивент был по-настоящему, потому что картинка прикольная, анонс прикольный, но хотелось бы, чтобы они это реализовали, я не знаю, как временный ивент в рамках пиар-компании новых дополнений для атомного сердца. Вот это было бы идеально, шикарно. Катать на Наташах против Т-80 или Абрамсов. Кто победит? Пишите в комментариях. Ну, раньше World of Tanks добавляли по фану шары Сталина. Это было весело достаточно. Хотелось бы что-то подобное от Тундры. Потому что последние, ну ивенты последние у них, это чисто тест-механики, чем фановые. Вот не забудем, не простим шаговый этан. Ну, слушай, насчет ивента на это 1 апреля у нас экзопердежи. Фанаты Cloud Duty, вы можете вновь ощутить на себе те эмоции, которые вы получали в Advanced Warfare и Infinite Warfare. Просто до 13 числа залетайте в тундру, выбирайте события и используйте вот эти новые экзопердежных пехотинцев, которые очень странно на самом деле управляются, не очень удобно стрелять, слабо проработанный ивент, но все же оно прикольное. И также оно дает доступ к тому, чтобы просто попробовать современную технику, до которой качаться очень долго. В целом, ивент мне зашел, и я думаю, что завтра выйдет более подробный ролик по поводу мобильной пехоты. Из замеченных вещей, там, по-моему, у русского штурмовика, вот, его установка пулеметная с кордом или ДШК, она выглядит ровно так же, как на Т-90М. И многие уже говорят, что это такой скрытый анонс Т-90М. Я пока в эти штуки не верю. Опять же, протестировали спайки. Это такой израильский аналог Дживалина, который работает по принципу выстрелил и забыл. Довольно злая штука, хотя дамага дает как-то очень мало. И БВМ-ка, допустим, спокойно выживает. Хотя БВМ-ка, она переапанная, в частности, по броне. Но в целом, ивент всем рекомендую попробовать. В Call of Duty шопе Activision решили сделать реально крутой мерч. Railgun реплика за 600 долларов. Это моя мечта. Я бы хотел поставить куда-нибудь сюда на полочку Railgun. Выглядит прикольно, но оверпрайс просто дикий. Ну, а так, ждем, добавление еще какого-нибудь Baby Gun'а, Thunder Gun'а. Ну, они, конечно, будут, наверное, стоить совсем запредельных денег. На самом деле, это будет очень хорошее средство. Если ты будешь в пьяном угаре и будешь лежать на улице, то у тебя будет аргумент, чтобы тебя люди подняли. Считайте, это баф. Итак, хочу выразить огромную благодарочку Ивану Гурьеву, очень знаменитому человеку в сообществе OneBF. Периодически он появляется где-то в комментариях моей группе ВКонтакте и на канале. Хочу ему просто выдать суперзолотую медаль комьюнити Battlefield, потому что он на дата майнил пятый, шестой, седьмой и восьмой сезон Battlefield 2042. Ну и это вполне ожидаемое действие Electronic Arts, потому что явно в 23-м году нам не стоит ждать новой батлы. Как-то надо удерживать игроков и давать хоть какой-то им контент. Хотелось бы, конечно, чтобы в рамках этого пятого, шестого, седьмого, восьмого сезона они добавляли карты из Bad Company 2, потому что из-за того, что они закрывают мультиплеер Bad Company 2, ну, это надо как-то компенсировать. И по мне идеальный вариант будет, если они завезут все карты, все стволы, все специализации, еще какой-нибудь Вьетнам в рамках БФ Портала. И знаете что? Вот многие бомбяты ружут, что какой РПК был в Bad Company 2? Такого ствола там нет, там был ПКМ, но вообще-то РПК был в дополнении Вьетнам. Возможно, таким образом DICE нам намекают, что может быть появится контент Battlefield Bad Company Вьетнам, это было бы неплохо. Тем более, там всего три карты, реализовать их будет довольно просто. Чувак, это Frostbite, ничего не бывает просто. Я понял, я забываю про Frostbite, да. В общем, Ивану большой респект от меня, от Замберуса и от минского состава нашей группы ВКонтакте. Ну и вообще, вот это вот, почему они это делают? Продлевать даже до восьмого сезона по факту, им надо обновить ультимейты зданий и голты зданий игры, потому что их смысл по факту сейчас потерялся до конца четвертого сезона. Ну блин, это они будут запускать, ну, то самое второе, издание второго года. Издание второго года. В общем, будем ждать официальных анонсов и подтверждений от Electronic Arts и Dice. Надеемся, что контента в рамках новых сезонов будет гораздо больше, чем сейчас, потому что... А главное, настройте пушки Портала. Требуем реворк пушек Портала! Ну и там писали, что-то типа они будут приравнивать к уже КАО и пушкам их, поэтому может уже что-то и начнется в этом направлении, потому что специалистов... Ну а специалисты закончились. Они говорили-то, что специалистов больше не будет. Факт у нас только карты пушки. Ну, гаджеты. Ну и гаджеты. А гаджеты и нет. Итак, пацаны, дата-майны. Новые стволы бат... Ой, какого баттлфилда? Call of Duty Modern Warfare 22-го года. Я, если честно, не понимаю, что Готик бомбит на то, что они добавляют интервеншн. Тут запрятан такой неприятный момент. Понимаете, почему хайповый интервеншн был? Потому что у него был легендарный и шикарный звук. Если они не добавят этот звук, как они сделали в ремастере второго Modern Warfare, то нафиг не нужен этот ствол. Потому что он будет создан только для того, чтобы на нем открыть в очередной раз Орион. Ну, я не бомлю на добавление интервеншн. Я, как бы, я не понимаю его смысла в этой игре. Потому что у нас по факту все, как бы, классы заполнены. Снайперов, типа, у нас есть автоматическая, это у нас линкс, у нас есть на дальняк это Виктус, и у нас есть SPX, лапы, там, MCRP. Вот эти MCRP это у нас приближенные к интервеншн. Поэтому я смысла интервеншн просто не вижу. Это может быть просто ребор, этот, как сказать, редизайн какого-нибудь ствола уже меча. Меч 2, это меч 2. А, меч 2. Ой, меч 2, наконец. Помимо интервеншн, они добавят нам меч. Последний раз я меч, по-моему, видел в Call of Duty VV2. Плюс у Infinity Ward пошел какой-то дикий просто фаб на булочные изделия. У нас большая часть сливных стволов это булки. У нас будет Springfield Helion, у нас будет W2000, он же Вальтер 2000, легендарная пушка Хитмана. У нас будет Тавр, у нас будет легендарный, невероятный, самый крутой булк и калаш всех времен и народов под названием Малюк. Я думал, булк и печенек. Нет, булка и печенек, нет, нет, не надо. Потом у нас APS-9 появится, который, кстати, светился в четвертом сезоне 2042. У нас появится MSX-Spier. Ну, как вы понимаете, Малюк, скорее всего, станет пополнением семейства калашей, MSX-Spier станет пополнением семейства M13, плюс у нас появится Тег-9. Интересно, он будет как ППХа или как... Пистолет. Пистолет. А, как пистолет. Главное, чтобы он не имбовал, как в Клоу-Дитем Black Ops Cold War. Потому что сейчас ты заходишь в Cold War, а там 50 оттенков Тег-9. Да, Мактент там тоже есть. Потом у нас добавят APC-45, это по факту возвращение ИСа. Какой-то стаката 20... Это у нас будет пистолет на замен кольта классического. Ну, самое главное, я жду, малюк. Даешь украинские булки. Последний раз они появлялись в гостах. Самое главное, у нас возвращаются камы. Я припарковался, родной, и жил. Вышло финальное крупное обновление для Forza Horizon 5 в лице дополнения Rally Adventures. И знаете, что я скажу? Forza, не знаю, она разочаровывает просто безумно. Вот из выпуска в выпуск, когда у нас фигурирует Forza, я об этом бомблю. Главная проблема обновления и дополнения заключается в том, что оно не ощущается как какое-то дополнение. Да, нам завезли какую-то новую локацию, которая выглядит как стандартная локация Forza Horizon. Также там завезли какую-то новую систему повреждения почвы, и поэтому, когда вы пытаетесь заехать в пустыню, у вас сразу дропается FPS на любых настройках и на любых видеокартах. Для того, чтобы, кстати, исправить эту штуку, надо как раз-таки просто снизить качество повреждения поверхности, и тогда FPS вернется. Плюс в дополнение завезли какое-то огромное количество вонючих баги. Я единственный, кто не любит на баги кататься в Forza. Вот напишите там что-нибудь в комментариях, потому что я ненавижу баги. И единственное, ради чего стоит иметь это дополнение, это, конечно же, великий Ford Focus Колин Макрея, на котором он прям очень кайфово гоняет. Говорят, что там есть сборочки по тысяче сил. Ну, как обычно, наверное, впихивают JZ, и он улетает в космос. В чем большой плюс этого дополнения? Это, конечно, в самих трассах. Трассы сделаны очень классно. Если отключить еще мини-мапу, то вы получаете прям трушный экспириенс от ралли-заездов. Понятное дело, это не какой-нибудь дёрт-ралли. Forza Horizon это все же аркадные гонки, но с такими... Элементами Сима, не более. С элементами Сима. DLC-ха проходная, новых идей в ней практически нет, потому что это просто дублирование того контента, считайте, который мы получили в первом Horizon в рамках дополнения про сраби. Да, сама Forza 5 проходная, на самом деле. Особенно новая тачка в новом сезоне. Риммак Невера. Мы просто выпустили Рискина Риммак Концепт 2. Класс. Плейграунд продолжает работать. Я не вижу смысла в этом дополнении. Просто возьму, поиграю в Колин Макрэй Ралли 2.0. Кайфану. Да. Том Хендерсон обрадовал нас инсайдами. В общем, ссылаясь на создателя контента Glitching Queen и на свои источники, он уверяет, что в 24-м году мы получим полноценный зомби-режим в стилистике Cold War, Black Ops 3, Black Ops 4. Когда вся механика будет строиться на раундах. Больше не будет никаких идиотских экспериментов в лице зомби с Vanguard. Артефакс в моем сердечке. Да, надо пройти к Артефаксе сегодня. Но также сообщается, что это будет очередной ребут истории зомби-режима. Как это будет реализовано, пока не ясно. Также говорится, что в 23-м году тоже может появиться зомби-режим. Но пока что эти планы предварительны, по словам источников Тома Хендерсона. И, возможно, в 23-м году мы не получим зомби-режим. Эфочки в комментариях, пацаны. E3 2023 года отменен. Ну, к этому, на самом деле, уже давно шло, потому что у нас изначально E3 как проходил? У нас сначала выступали Sony, Microsoft и Nintendo, потому что они делали свои собственные презентации. Потом к этому списку подключились Electronic Arts и стали делать EA Play, где анонсировались все свои новые игры. И, по факту, E3 уже давно загибался. И закрытие E3 как концепта уже давно просилось. Тем более, там был мощный удар от ковида. Если честно, конечно, я буду скучать по временам, когда мы всю ночь марафонили на стримах E3, все когда-то заканчивается. Эфочки за E3. Спасибо за кучу позитивных эмоций. Инсайдики, которые посвящены новой колде, колде Treyarch 24-го года и Modern Warfare 2. В общем, нам обещают, что третий рейд в МВ-2 будет в Альмазре, и там будет принимать участие Price, Gas, Alejandro, Rudy и Alex. То есть нам Альханд... А я что сказал? Альмазра. Альмазра это Восток, а Лос-Альмаз это у нас Мексика. В файлах игры нашли ночные версии Альмазры карт МВ-2, но будут их использовать в будущих сезонах пока не ясно. Также в рейдах появится Макаров, это кстати очень ожидаемо было, главное, чтобы они на манер МВ-19 года не запихнули всю сюжетку про Макарова именно в рамке рейдов, а то это будет отстой, как они слели допустим того же а-ля Сада. Но и также в рейдах засветится Юрий, главный герой Modern Warfare 3 оригинального. На самом деле суть в том, что Аля Сад его даже не слили, он просто пропал, а там был этот сын Захаевый, которому просто вот... А его еще сильнее слили. Да, мы просто занимались пасхалками в первой Warzone, по итогу увидели кат-сцену с скринжевой концовкой. Концовка, если что, можете посмотреть про эту концовку ролик. Проклаутёте 23-го года. Выйдет осенью, как предсказуемый камон инсайдер, Лас Альмас будет новой картой для Warzone и тоже выйдет осенью, то есть осенью 23-го года мы получим новую карту для Warzone, так что фанаты радуйтесь, вы попрощаетесь с Альмазрой. Слэш Хаймер Геймс не разрабатывают игру, а просто собирают воедино всю, а также там будут какие-то вырезанные штуки из Modern Warfare 2. Хадир и Макаров будут работать вместе, и они будут главными антагонистами игры. Также сюжет будет построен на противостояние против ЧВК-Кони! Ура, товарищи! ЧВК-Кони будут главной силой наших злодеев в лице Макарова. А также рейд 6-го сезона МВ-2 отменили и используется в качестве элементов компании Клоуф Дьюти 23-го года. Ну, кстати, у нас и во сливых сезонов с последующих, что мы у них получим. Нет упоминания какого-то, вроде как, пятого сезона. А и после 4-го идет сразу 6-ой. Клоуф Дьюти 24-го года! Лично для меня это самый ожидаемый Клоуф Дьюти. Наконец-то у Троярчей есть. Достаточное количество ресурсов, а главное в времени это будет первая полноценная игра с полным циклом разработки со времен Black Ops 3 2015-го года. Потому что после 2015-го года они либо за другими доделывали игры, и мы получили таким образом Cold War, либо на середине разработки игры ее с нуля воссоздавали. Это Black Ops 4, как вы понимаете. Итак, у нас вернутся Мэйсон, Белл, Вудс, но это ожидаемо. Также этот инсайт подтверждает, что у нас будет буря в пустыне, то есть это 90-е годы. Нашествие вернуться в зомби-режим. И это отличная новость, потому что нашествие для меня стало неким откровением. Один из лучших залипательных режимов, которые я когда-либо получал вот в Колде. Реально интересно проходить. Если они еще там будут реализовывать пасхалки, например, наподобие того же Легиона, когда мы попадаем вообще в какие-то локации, которые доступны только в рамках пасхалки. Это вот прям огонь. Будет интересно, будут ли уникальные карты, а не чисто карты из мультиплеера. Это вот интересно. Дальше подчеркивается, что мультиплеер будет исключительно 6 на 6. Больше никаких экспериментов с огромными режимами, типа того странного режима на 40 человек на картах. Он был прикольный, но карты иногда вызывали вопросы. Допустим, Ромада. Офигенно. Самое прикольное, у нас там были прекрасные механики, техники. На танке интересно было кататься, особенно на мотоцикле было интересно кататься. Утверждается, что нашествие будет больше, чем на 4 человека. То есть, они расширят кооператив нашествия. Это очень круто, потому что чем больше народ, тем веселее. А вот теперь грустные новости от инсайдеров. ТТК. ТТК будет как в Black Ops 4. Печально. А то есть, он будет похож на Cold War, и те люди, кто не любят систему со 150 хп, вы опять в задницу. Опять все будут бомбить. Нет, в Cold War мы получили компромисс между Black Ops 4 и MV 19 года. В том же MV 2 я бы немного даже поднял ТТК и сделал бы на уровне Black Ops Cold War. Потому что в Black Ops Cold War достаточно сбалансировано ТТК. Также вернут тактический спринт, которого, кстати, не было в Cold War. У нас будет скольжение, а вот дельфинчикам прыгать пока не ясно. Пока что разработчики типа рассматривают это. История темного эфира будет продолжена, хотя это как-то не котируется с прошлым инсайдом от Тома Хендерсона, где обещают некий ребут очередной. возвращается. Но надеюсь, что Троярчи вырежут нахер из истории эфира долбаный Call of Duty Vanguard и его сраного картефекса. Ну и обещают, что пасхалки будут сложнее. То есть значит для основной аудитории Кодзомбис не зашла идея с более простыми и понятными пасхалками, которые были в Cold War. Я, допустим, себя отношу к тем игрокам, которые к этому относятся нормально. Я считаю, что простые пасхалки а-ля Black Ops Cold War позволяли приманить к себе гораздо более широкую аудиторию, чем мы имели в предыдущих играх. Да и тем более они были неплохо сделаны. А может, это не из-за того, что игрокам там сторожил и не понравился из-за того, что типа вот мы привлекли... У нас появилась новая аудитория в Кодзомби и поэтому, наверное, надо их уже приспосабливать к тому, что у нас было раньше. И по факту идет место развития с аудиторией развитие пасхалок. Верданск планировали вернуть как временный ивент, но отказались от этой идеи! И тут весь твич, который стримит в Варзон, просто взрывается, улетает в стратосферу на пердежной тяге. Блин, если это реальный инсайт... Ой... Вот... Какой Верданск интересно. Да какая разница, Верданск был прекрасной картой. А также теперь готовимся мы, фанаты зомби-режима. Зомби-хроники 2 были готовы во времена колд-вора, но их придержали до лучших времен, суки. скоты. В общем, существует карта, которая основана на последней миссии компании. То есть, это Чикаго небоскребы. Жалко, что не добавили, потому что вот в Клуб Дьюти Гоуст была прикольная карта с небоскребами и Лавалюшином одновременно, потому что там, типа, это этаж небоскреба, который медленно и верно падал вниз. Что я думаю, там какую-то давая часть, это когда мы врываемся там в мини-бар. Тянет достаточно на карту. Тестеры рассказали, что играли на классических картах Треярчета, Гринд, Саммит и Автормаф. Фу, гадость. Ямонтау лучше. Да, я согласен. Саммит хуже Ямонтау, change my mind, как говорится. Также тестеры видели на актуальном движке такие карты, как Чайна Таун, это ремейк Сан-Карантейна из Клуб Дьюти 1 и Клуб Дьюти 2. Было бы прикольно, если бы они вернули карантейну в лице Чайна Тауна. Квери и терминал. Возможно, эти карты в скором будущем появятся в Modern Warfare 22 года. Ну, а на этом сегодня все. Увидимся с вами в ближайшее время. Всем удачи, всем пока. А Готику отдельное спасибо, что решил поучаствовать в этом эксперименте. А вы пишите, надо добавлять людей в закадр или нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова